В самом сердце Антарктики, на фоне бескрайних снегов и ледяных просторов, группа специалистов НАСА сделала потрясающее открытие. Они наткнулись на нечто, что могло бы изменить представление о нашей цивилизации и даже о самой планете. Заледенелый космический корабль, оказавшийся в замороженном состоянии, стал настоящей загадкой для ученых. Его размер и форма не оставляли сомнений. Это не просто какое-то исследовательское судно, это объект, который, по предварительным данным, старше самой Земли. Исследователи приехали на место находки с новейшим оборудованием и большим количеством вопросов. Лед, окружавший корабль, оказался своеобразным хранилищем, защищая его от внешнего воздействия миллионы лет. Когда первая команда специалистов начала обмерять и фотографировать объект, они были ошеломлены тем, что увидели. Форма корабля была нечто средним между традиционными космическими аппаратами и чем-то совершенно иным. Его линии и конструкции казались слишком продвинутыми для любых технологий, известных на планете. Ледяная обстановка вокруг корабля создавала ощущение, будто он был заброшен в другой временной промежуток. Как он оказался на этом отдаленном континенте? Исследователи начали собирать данные, анализируя возможные сценарии, которые могли бы объяснить появление этого объекта. Некоторые предполагали, что корабль мог быть частью древней межзвездной экспедиции, другие же выдвигали гипотезу о том, что это артефакт инопланетной цивилизации, оставленный здесь сотни тысяч лет назад. После первых исследований стало ясно – необходимо произвести активацию системы на борту. Но прежде чем это сделать, ученым понадобилось больше информации о конструкции и технологиях, которые были использованы при создании этого загадочного судна. Для этого к исследованию привлекли специалистов из разных областей – инженеров, археологов, физиков. Каждый из них искал свои ответы, пытаясь разгадать тайны, заключенные в этом древнем корабле. В процессе изучения множество вопросов оставалось без ответов, но одно стало очевидным – этот корабль мог содержать секреты, которые изменят мир. Внезапно исследователи стали свидетелями необычного явления. На борту судна активировалась система связи. Сигналы, которые начали поступать, были зашифрованы, но их источник оставался неясным. Ченые были в замешательстве – к кому или к чему направляются эти сигналы. Тем временем ледяная пелена вокруг корабля продолжала таять, и это создавало все больше вопросов. Каждое новое открытие погружало исследователей в дебри неизвестности. Вскоре стало ясно, что эта находка – не просто археологическая сенсация, но нечто, что может иметь глобальные последствия для всего человечества. Но прежде чем двигаться дальше, исследователи должны были понять, кто построил этот корабль и какие тайны он скрывает внутри. Вопросы множились, но времени для ответов оставалось все меньше. Момент, когда исследователи НАСА впервые приблизились к загадочному объекту, стал переломным. Ледяная пелена, скрывающая космический корабль, освободила от себя его массивные контуры. Команда, вооруженная высокотехнологичным оборудованием, ощутила, что каждая секунда на счету. Сотни тысяч лет ледяного покрова привели к тому, что структура корабля сохранилась в идеальном состоянии, что позволяло детально рассмотреть его детали. Гладкие поверхности, сложные формы и непонятные символы на корпусе вызывали множество предположений. Сначала исследователи использовали тепловизоры, чтобы изучить тепловые паттерны объекта. Оказалось, что тепловое излучение было неравномерным, а в некоторых секторах температура была значительно выше, чем в других. Это навело на мысль о том, что внутри может находиться активное оборудование, возможно, системы жизнеобеспечения или даже механизм, способный приводить корабль в действие. Кроме того, лед вокруг объекта был необычно кристаллизован, что указывало на возможное взаимодействие с высокими температурами или даже плазмой. Технологический анализ показал, что материалы, из которых был построен корабль, не совпадали с известными на Земле. Ученые быстро пришли к выводу, что корабль мог быть создан с использованием технологий, недоступных для человечества. Поверхность была покрыта неким слоем, который не реагировал на стандартные тесты на прочность, а также обладал уникальными свойствами, позволяющими сохранять тепло и защищать от внешних воздействий. С каждым новым шагом в изучении корабля команда сталкивалась с новыми загадками. Обнаружив несколько камер внутри, исследователи начали осматривать их с помощью дронов, которые могли подняться в любое место, не рискуя здоровьем людей. Изображения, полученные с камер, оказались просто шокирующими. Открылись миры, которые не поддавались объяснению. Стены внутри корабля были покрыты множеством незнакомых символов, которые могли представлять собой язык, совершенно отличающийся от всего известного. Наблюдение за кораблем стало настоящим испытанием. Каждый шаг вперед открывал новые потайные комнаты и механизмы, которые указывали на сложные системы управления. В одной из камер была найдена консоль с множеством кнопок и экранов, которые, возможно, служили для управления кораблем. Но прежде чем проводить какие-либо эксперименты, ученые понимали, что нужно тщательно подготовиться. Они не могли себе позволить ошибку, особенно учитывая, что корабль мог быть активен. Тем временем лед продолжал таять, и исследователи понимали, что каждая минута имеет значение. Вокруг них нарастали вопросы, как этот объект мог оказаться здесь, в ледяной бездне Антарктики. Кто его создатель? Каждое новое открытие было не просто шагом к разгадке тайны, но и возможным знаком, что ответ на эти вопросы может изменить всю историю человечества. Системы корабля начали активироваться, и это создавало атмосферу неопределенности. Сигналы, исходящие из его глубин, становились все громче, как будто он готовился открыть свои тайны. В этот момент команда осознала, что они стоят на пороге не просто исторического открытия, а возможного контакта с чем-то, что могло бы изменить курс развития человеческой цивилизации. С каждым новыми данными исследователи все больше понимали, что впереди их ждут открытия, которые могут бросить вызов всему, что они знали о космосе и о себе. Неизвестный объект, затерянный во льдах Антарктики, вызывал множество вопросов о своей природе и происхождении. Ученые начали исследовать не только сам корабль, но и его возможных создателей. Первоначально их внимание привлекли материалы, из которых был построен этот загадочный аппарат. Они не только отличались от всех известных на Земле, но и были невероятно прочными и легкими. В лабораториях НАСА анализировали образцы, извлеченные из конструкции, и результаты показали, что они содержат элементы, которые не встречаются в природе нашей планеты. Исследователи начали обращать внимание на доступные археологические данные и мифы, связанные с древними цивилизациями. Они вспомнили о легендах о богах, которые спускались с небес на огненных колесницах. Некоторые специалисты предположили, что корабль мог принадлежать древней высокоразвитой цивилизации, которая могла существовать задолго до появления людей. Научные исследования подтвердили наличие различных технологий, которые были бы невозможны без высоких знаний в области астрономии и материаловедения. Изучая символику на поверхности корабля, команда обратила внимание на сходство с иконографией, присущей древним культурам. Некоторые знаки напоминали письмена, которые встречались в шумерских и египетских текстах. Ученые начали составлять гипотезы о том, что корабль мог быть частью древнего межзвездного путешествия, возможно, даже символом забытых знаний, которые человечество так и не смогло разгадать. Эти мысли вдохновили археологов на более глубокое изучение имеющихся артефактов и записей. В процессе анализа данных исследователи столкнулись с уникальным явлением. Некоторые изображения, полученные с камер, начали светиться, отзываясь на присутствие людей. Это открытие шокировало ученых, ведь они понимали, что не просто исследуют артефакт, но становятся частью чего-то гораздо большего. Внутри корабля были обнаружены специальные камеры, которые, как предполагали исследователи, могли использоваться для хранения данных или, возможно, даже для транспортировки живых существ. По мере того, как исследования продолжались, ученые начали находить подсказки, которые указывали на возможные контакты с другими цивилизациями. Системы навигации и управления, которые они обнаружили, выглядели как нечто из научной фантастики. Каждая деталь указывала на то, что корабль был способен не только на межзвездные путешествия, но и на сложные маневры в атмосфере. Это подтверждало гипотезу о том, что его создатели обладали знаниями, которые значительно опережали технологии, доступные человечеству. Изучая внутренние механизмы, команда обнаружила следы использованной энергии, которые указывали на наличие высокоэффективных источников питания. Некоторые специалисты начали предполагать, что корабль мог быть оснащен технологиями, которые человечество только начинает осваивать. Это открытие побудило группу исследователей задуматься о том, что может произойти, если они активируют систему. С каждым новым шагом вперед в изучении корабля исследователи становились все более уверенными в том, что они стоят на пороге открытия, которое может перевернуть представление о происхождении жизни на Земле. Неизвестный объект не только представлял собой технологическое чудо, но и мог служить ключом к разгадке одной из величайших тайн человечества. Каждое новое открытие погружало их в мир возможностей, где они могли попытаться найти ответ на вопрос, который мучил человечество на протяжении веков. Кто же на самом деле создал этот корабль, и какое предназначение ждет впереди, когда они активируют его системы? Когда команда исследователей НАСА решила провести активацию системы на борту загадочного космического корабля, атмосфера вокруг них стала напряженной. Каждый из участников проекта понимал, что этот шаг мог изменить мир. Подготовка к активации заняла несколько дней, во время которых специалисты тщательно изучали все доступные данные о технологии корабля. Они разработали план действий, который включал в себя активирование основных систем, начиная с источников энергии и заканчивая системами связи. Сначала исследователи решили проверить состояние энергосистемы. Они подключили свои приборы к панели, находящейся рядом с консолью управления, и начали процесс. В тот момент, когда кнопка была нажата, раздался треск, и на экранах появились непонятные символы. Это были не просто знаки. Они светились и менялись, как будто корабль сам пытался взаимодействовать с людьми, находящимися на его борту. Ученые переглянулись, осознавая, что это может быть начало чего-то невероятного. Внезапно из глубин корабля раздался гул, и вокруг них заиграли огни. Каждая лампочка, каждая деталь, казалось, напоминала о чем-то древнем и непознанном. Сигналы, исходившие от системы, начали нарастать, формируя нечто похожее на звуковую волну, которая резонировала в воздухе. Исследователи не могли поверить своим глазам и ушам. Корабль действительно активировался. Команда быстро переключилась на анализ новых данных. Картинки на экранах стали более четкими, показывая внутренние механизмы, которые раньше были скрыты. Одна из камер на корабле открылась, и дроны, запущенные в воздух, начали пересекать обширные пространства. Они обнаружили, что некоторые системы, казалось, были готовы к запуску и использованию. Механизмы, предназначенные для навигации, выглядели как что-то из научной фантастики, но теперь они ожили. Находясь под впечатлением от происходящего, команда не могла не заметить, что у некоторых панелей появились новые сигналы. Ученые стали фиксировать, что корабль отправлял сообщения с помощью древнего способа связи. Он использовал радиосигналы. Все понимали, что это нечто большее, чем просто корабль. Исследователи начали бить тревогу, когда поняли, что сигналы поступают в некую точку, которую невозможно было определить. Идти дальше было страшно, но дух открытий подгонял их. Они подали информацию о текущем состоянии в штаб-квартиру НАСА и получили одобрение на продолжение работы. Каждый новый шаг был полон опасности, но теперь они знали, что их действия могут изменить представление человечества о космосе. Тем временем на экранах начали появляться все новые и новые данные, будто корабль сам пытался установить контакт. Пока одна группа продолжала анализировать формы и символы, другая занялась изучением источников энергии. Они обратили внимание, что уровень энергии в некоторых секторах был необычно высоким, как будто в корабле были некие резервуары, способные накапливать и высвобождать колоссальные объемы энергии. Каждый новый вывод поднимал уровень адреналина у исследователей. Корабль, казалось, действительно был готов показать свои тайны. Вокруг царила атмосфера ожидания. Всем было интересно, к чему приведет этот процесс. Ученые понимали, что они стоят на пороге открытия, которое может изменить мир. Каждый шаг вперед открывал новые возможности, и никто не мог предугадать, какие последствия это может иметь для человечества. Корабль, затерянный во льдах, пробуждался к жизни, и каждый новый сигнал мог стать ключом к разгадке его загадки. Системы начали активироваться, и вопросы множились, а лед вокруг продолжал таять. Команда знала, что впереди их ждет нечто большее, чем просто открытие забытого артефакта. Сигналы, исходящие из глубин затерянного космического корабля, становились все более настойчивыми. Теперь исследователи НАСА осознали, что этот древний объект не просто безжизненная машина, а нечто гораздо более загадочное. Каждый новый сигнал усиливал атмосферу напряжения и ожидания. Команда решила, что необходимо как можно скорее установить, к кому именно направлены эти сигналы. На этот раз активация системы позволила исследователям увидеть, что корабль, казалось, пытался взаимодействовать с ними. Некоторые из специалистов начали анализировать частоты и параметры сигналов. С помощью новейшего оборудования они сопоставили полученные данные с известными радиопередачами и обнаружили, что эти сигналы были уникальны. Они не совпадали ни с одной из известных частот, используемых на Земле. Это открытие шокировало команду. Возможно, корабль пытался установить связь с какой-то другой цивилизацией или даже был автономным в своем стремлении к общению. Параллельно с исследованиями команды, один из специалистов, работающий с системой связи, заметил, что сигналы имели некую регулярность. Они повторялись с определенными интервалами, что наводило на мысль о возможной структурированности и целенаправленности этих передач. Команда начала записывать временные метки и анализировать данные, чтобы попытаться обнаружить паттерны, которые могли бы указать на смысл сообщений. Однако это не было единственным удивительным открытием. В ходе дальнейших анализов группы исследователей обратили внимание на то, что некоторые сигналы были связаны с определенными активными системами внутри корабля. Это означало, что судно было не только способно передавать информацию, но и, возможно, получало команды извне. Команда поняла, что они находятся на грани исторического открытия, но при этом не могли не чувствовать тревогу, кто или что могло получать эти сигналы. Исследователи начали углубляться в изучение технологий связи, использованной на корабле. Они заметили, что многие из компонентов системы напоминали прототипы, разработанные для глубококосмических исследований на Земле. Однако использование материалов и технологий, превосходящих человеческие возможности, создавало чувство неуверенности. Неизвестно было и то, как корабль сам был способен выполнять такие сложные операции. Тем временем системы внутри корабля продолжали активироваться. Ученые заметили, что под воздействием внешних сигналов некоторые панели начали светиться, что указывало на то, что корабль реагирует на их присутствие. Это создало иллюзию, что объект действительно был живым. Команда начала записывать каждое изменение, фиксируя реакции корабля на их действия. Знакомство с кораблем становилось все более захватывающим. На экранах отображались новые данные, а команду окутывала атмосфера исследовательского азарта. Корабль, казалось, не только пытался связаться с ними, но и передавал информацию о своем состоянии и возможных намерениях. Каждый новый вывод открывал перед ними новые горизонты, и ученые понимали, что впереди их ждет нечто грандиозное. В это время команда наметила план дальнейших действий. Они решили сосредоточиться на углубленном анализе сигналов, чтобы определить их источник. Специалисты обменивались мнениями о том, как лучше всего подойти к этому вопросу, и какие методы исследования могут дать точные результаты. Внимание исследователей было приковано к экрану, где изображения и данные сменяли друг друга в быстром темпе. Сигналы продолжали поступать, и это накаляло ситуацию. Каждый новый сигнал был как загадка, которую нужно было разгадать. Ученые задавались вопросом, насколько далеко они смогут зайти в своих исследованиях, и что они на самом деле могут обнаружить. Корабль, затерянный во льдах, был не просто артефактом. Он стал символом возможностей, которые могли бы перевернуть все представления о жизни в космосе. Система связи, активированная на борту, обещала открыть двери в неизвестное. Команда была готова к любым вызовам, которые могли возникнуть на их пути. Сигналы, исходящие из глубин затерянного космического корабля, продолжали нарастать, вызывая все большее волнение в рядах исследовательской группы НАСА. Каждый новый код, получаемый из системы связи, словно открывал новые горизонты, и команда понимала, что они стоят на пороге чего-то поистине грандиозного. Неизвестный объект не только служил артефактом древней технологии, но и, похоже, был активным участником событий. Ученые, работающие над расшифровкой сигналов, быстро осознали, что перед ними стоят уникальные данные. Системы связи, заложенные в конструкции корабля, использовали параметры, которые ни в коем случае не совпадали с известными на Земле стандартами. Специалисты начали собирать временные метки и параметры сигналов, чтобы выявить возможные паттерны. Сигналы повторялись с определенной регулярностью, что указывало на их структурированность и целенаправленность. Это открытие встряхнуло команду, ведь оно сулило настоящую коммуникацию между цивилизациями. Однажды после нескольких часов интенсивного анализа один из ученых заметил, что некоторые из полученных сигналов совпадают с записями древних передач, найденных в археологических находках. Это открытие вызвало шок среди команды. Они начали сопоставлять данные, и вскоре возникла гипотеза о том, что этот корабль мог быть не просто исследовательским судном, а посланником, который нес информацию или даже инструкции для других существ, возможно, для тех, кто их когда-то создал. Анализ системы связи привел к еще большему удивлению. Рабочая группа обнаружила, что корабль действительно способен не только принимать, но и отправлять сигналы. Были проведены тесты, в ходе которых исследователи попытались установить обратную связь. Ученые формировали сообщения, которые затем передавались через систему, и ждали реакции. Каждый новый ответ только усиливал дух команды, ведь корабль, похоже, реагировал на их действия. Тем временем лед вокруг космического судна продолжал таять, и это создавало дополнительные угрозы для его целостности. Каждый день находки внутри и вокруг корабля становились все более интригующими. Исследователи обнаружили, что лед сохранял не только корпус, но и некоторые внутренние элементы, которые казались активными. Механизмы, ранее скрытые, начали выходить на поверхность, и это создавало представление о том, как корабль мог работать миллионы лет назад. Затем команда столкнулась с еще одной неожиданностью. Некоторые из панелей на борту начали светиться в ответ на активные сигналы, как будто корабль сам пытался взаимодействовать. Это явление потрясло команду. Ученые поняли, что сигнал, который они отправляли, был принят, и корабль, вероятно, реагировал на них. В этот момент стало ясно, что они не просто исследуют артефакт, а вступают в контакт с чем-то, что может быть живым. Команда тут же сосредоточилась на глубоком анализе реакций судна. Каждое новое открытие вскрывало перед ними невероятные возможности. Ученые фиксировали каждый сигнал и каждую реакцию, создав массив данных, который мог помочь разгадать тайны, заключенные в этом древнем корабле. С каждым новым шагом они приближались к пониманию того, что это не просто находка, а нечто большее. Теперь исследователи должны были определить, насколько глубоко они могли зайти в свои исследования и какие последствия это может иметь для всего человечества. Открытия становились не только научным достижением, но и возможностью для будущих поколений. То, что началось как исследование потерянного объекта, переросло в открытие, способное изменить понимание человечества о жизни в космосе и его месте в универсу. Сигналы продолжали поступать, и каждый новый ответ мог бы стать ключом к разгадке одной из величайших тайн человечества.